Ещё один вопрос, который мне задают, а что будет при достижении биткоином 20 тысяч долларов? Полетим ли мы сразу же покорять новые вершины или будет большой откат? Вторник, 18 ноября 2020 года, биткоин пробил 18 тысяч долларов. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться и поставить лайк. На этом канале регулярно выходят видео о криптовалюте уже почти 3 года. Люди испытывают ностальгию по 2017 году, но вот важное напоминание. Эти цены тогда были ближе к завершению бычьего рынка. На этот раз это лишь начало. Давайте перейдём на дневной график биткоина. Посмотрите, тогда эти цены действительно были практически верхушкой бычьего рынка 2017 года. После чего начался медвежий рынок. На этот раз мы просто открыли двери в бычий рынок. И я говорю о золотом кармане Фибоначчи. Посмотрите, в прошлом цикле, когда цена биткоина преодолела этот диапазон, бычий рынок только начался. Так и сейчас. Мы только преодолели этот диапазон. И это только начало. Дэвид Шварц написал, «Рыночная капитализация крипторынка только что достигла 500 миллиардов долларов. Это будет лишь небольшая часть от того, сколько она будет стоить в следующие 18 месяцев». И действительно, давайте посмотрим на график рыночной капитализации криптовалют. Он выглядит просто шикарно. Когда ты делаешь видосы с самого начала падения биткоина в надежде увидеть реванш криптовалюты, видеть это просто приятно. Полмиллиарда долларов. Это уже приближается к тому значению, которое было под конец предыдущего бычьего цикла. Но напоминаю, на этот раз это лишь начало. Лайткоин Моусис пишет, «Бычьи рынки плевать хотели на вашу перекупленность». Мне нравится этот вид, потому что я давно наблюдаю за этим на графиках. И мне очень интересно, со всем этим позитивом и хайпом, когда биткоин уже находится в территории перекупленности, отыграет ли это правило? Давайте я вам покажу эту ситуацию на недельном графике. И вот о чем я говорю. Здесь я включил индикатор относительно силы биткоина RSI, который показывает перекупленность или недокупленность рынка. Как вы видите, сейчас он находится на отметке 83%, даже чуть больше. И это практически самые пики за последние 4 года. Чтобы вы понимали масштабы, я повторюсь, за последние 4 года. Посмотрите, RSI находился здесь во время вершины предыдущего бычьего цикла. Также и здесь, когда биткоин вырвался из золотого кармана Фибоначчи, RSI тоже был перекуплен. И вы видите на графиках, что эти моменты сопровождались достаточно серьезными откатами, около 30%. Это достаточно большие просадки. Но происходили они уже на бычьем рынке. Если сейчас произойдет похожий откат, это вернет цену биткоина к 13,5 тысячам долларам. И самое интересное, что это как раз таки отметка нижней границы золотого кармана. Почему это интересно? Потому что в прошлом цикле, посмотрите, после того, как цена биткоина ушла за пределы золотого кармана, RSI оказался в зоне перекупленности и произошел откат на приблизительно 30%. И цена биткоина коснулась нижней границы золотого кармана. После этого продолжила свой рост. Улавливайте аналогию. Очень похожая ситуация, в которой мы сейчас находимся. И мне просто очень интересно, проигнорирует ли сейчас биткоин эту историю и последует ли правило, что бычьему рынку плевать на перекупленность, как пишет Litecoin Moises в твиттере. Потому что за жизнь графика биткоина, когда RSI достигал диапазона 80-90%, цена биткоина откатывалась на 25-30%. Очень интересно, оправдается ли это правило и сейчас. На самом деле, будет очень круто увидеть, что биткоин наплюет на все. И RSI, как и цена, отправятся в абсолютно параболическое путешествие. Я думаю, мы узнаем это буквально в ближайшие дни, может быть недели. Давайте разберем поближе уже исторические прецеденты. Кроме RSI и поведения цены биткоина в зависимости от его показателей, я хочу разобраться, как именно биткоин вел себя, когда в прошлом уже проходил через эти бычьи ворота, которые обычно в техническом анализе называют золотым карманом Fibonacci. Если что, это диапазон между уровнями 0,618 и 0,786 по Fibonacci. Давайте вернемся в 2016-2017 годы и посмотрим. Вот здесь мы четко видим, как цена биткоина себя вела, когда вошла в этот диапазон. Биткоин вошел в золотой карман, затем пробил его вверх, после чего произошел резкий откат, во время которого цена биткоина вернулась к нижней границе золотого кармана Fibonacci. После этого рост продолжился. При этом цена биткоина выскакивала почти на 20% выше верхней границы золотого кармана. На данный момент цена биткоина вылезла на 12-13% выше золотого кармана. Так что мы очень близки к моменту, когда должен произойти откат, если опираться на историю. И если мы возьмем те 20%, на которые биткоин вылез выше золотого кармана в прошлом цикле, то увидим, что это приведет биткоин приблизительно к отметке в 19,8 тысяч долларов. После чего потенциально произойдет откат, когда цена биткоина вернется к нижней границе золотого кармана. А это около 13,5 тысяч долларов. И уже после этого отката рост снова продолжится. Так будет, если проецировать опыт прошлого бычьего рынка на этот бычий рынок. Конечно, я не исключаю, что правило лайткоин MoSys сработает, и биткоин покажет какую-то невероятную дивергенцию, наплюет абсолютно на все и продолжит рост. В любом случае, это те отметки, за которыми сейчас нужно наблюдать. 19,8 тысяч сверху и 13,5 тысяч снизу. Забавно, биткоин двигается так быстро, что на 4-х часовом графике уже начинает делать все то, о чем мы говорили. Я просто не успеваю за его движениями. Видимо, мне нужно делать какие-то стримы, прямые включения, чтобы просто успевать доносить информацию вам. Если вы бы хотели такие стримы, то напишите в комментариях. Ведь пока сделаешь видео, напишешь сценарий, запишешь, смонтируешь, пройдет много времени, и все уже может произойти, особенно на таком активном рынке. Еще один вопрос, который мне задают. А что будет при достижении биткоином 20 тысяч долларов? Полетим ли мы сразу же покорять новые вершины, или будет большой откат? На этот вопрос ответить можно, например, основываясь на предыдущем цикле. Сначала посмотрите на большой картинке, насколько ситуации между этими циклами похожи. Итак, вот предыдущий цикл. Биткоин вошел в золотой карман, вырос на 20% выше его верхней границы, откатился до нижней, а затем продолжил рост. Рост продолжился до этой красной горизонтальной линии. Этой линией я обозначил крайне исторический пик на тот момент. Как мы видим, коснувшись этой отметки, цена биткоина сразу же ушла вниз, где нашла поддержку на верхней границе золотого кармана Фибоначчи. Продемонстрировала ложный пробой и снова ушла к поддержке на верхней границе кармана Фибоначчи. И уже после этого следующий пробой оказался успешным. И начался рост к новому историческому пику. Все это безобразие длилось около 120 дней, или же 4 месяца. Вернемся к актуальной ситуации, которая очень-очень сильно похожа. Здесь мы видим, что цена биткоина уже успела войти в золотой карман и отрасти выше него. По аналогии с предыдущей ситуацией, мы можем предположить, что с первого раза преодолеть красную линию, обозначающую предыдущий исторический пик, не получится. Оттолкнувшись, цена биткоина найдет поддержку на верхней границе золотого кармана, а это около 16400 долларов. Затем цена биткоина уйдет на ретест исторического пика, продемонстрирует ложное пробитие, снова вернется к верхней границе золотого кармана и уже после этого продолжит рост к новому историческому пику. Именно так все должно произойти, если опираться на исторический опыт прошлого бычьего рынка. Но опять же, сейчас уже многое поменялось, в том числе и фундаментально. Даже мир стал совершенно другим. Поэтому все может произойти совершенно не так, как это было. Но пока что все очень-очень сильно похоже. Тем не менее, для понимания ситуации можно следовать историческим данным, которые показывают, что нас ожидают 25 или даже 30% откаты на пути к новой исторической цели. На этом все. Если видео было вам полезным или интересным, не забудьте поставить лайк. Это всегда очень помогает и мотивирует. Без шуток. А также подписывайтесь на канал. Действительно, подпишитесь. Действительно, подпишитесь. Я заметил, что около 30% зрителей моих видео не подписаны на канал. Сделайте это прямо сейчас. Давайте уже достигнем этой цели 80 тысяч подписчиков. Цифра крайне красивая. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok